Следующий вопрос. Можно ли рассматривать Иджару как торговлю, как БМ? Говорит, многие из ученых по фикху называют Иджару, то есть сдачу в аренду или наемный труд, называют чем? Торговлей, продажей. То есть как будто человек, который нанимается к тебе, продает себя тебе за плату. То есть работает у тебя день, два часа, три часа, неделю, месяц и за это получает плату. Как бы продает тебе свои полезные свойства. Или наоборот, ты, который сдаешь квартиру, допустим, какому-то человеку, как бы сдаешь или продаешь пользу от этой квартиры этому человеку. То есть здесь у себя необходимо подписать то, что те ученые по фикху, которые говорят или называют Иджару словом БМ, говорят не просто БМ, а говорят БМ, продажа чего? Полезных свойств. Говорит Уан Каразалика ибн Хазам и отрицал это ибн Хазам, то есть отрицал то, что Иджара называется чем? БМ, торговлей. Говорит Уан Каразалика ибн Хазам. Не полученный человек, но те, допустим, платят на месяц вперед. То есть за что он платит? Он еще ничего не получил. Или наоборот, рабочий приходит, вы договариваетесь на плату. Что ты у него покупаешь? То, что ты еще не получил. То, чего еще нет. То есть работа им еще не была произведена. А это, говорит, является неразрешенным. А говорит довод большинства ученых на то, что Иджару можно назвать торговлей, можно назвать продажей. То, что она является чем? Иджара. Договором муавада. Взаимного обмена. Взаимного обмена. Один, говорит, предлагает имущество, а второй предлагает свою пользу. Понятно или нет? Говорит Ибн Ал-Каим относительно этого вопроса в своей книге «Алам-Ма-Каим». Если вы считаете или называете Иджару торговлей в том смысле, что это продажа Айян, то есть каких-то сущностных предметов, а не просто полезных последствий, то это неправильно. Потому что Иджара, когда при Иджаре, ты не продаешь ничего сущностного. Но ты продаешь лишь пользу от определенных предметов. Понятно, брат, разница? Значит, есть понятие бей-бал-а-ая, есть понятие бей-бал-манахер. Бей-бал-а-ая, когда ты продаешь что-то сущностное. Продал, допустим, что? Книгу. Продал, допустим, хлеб. Продал, допустим, чайник, стол, дом, землю и тому подобное. Это называется как бей-аб, обычная торговля. По-другому, бей-бал-а-ая, продажа сущностных предметов. Потому что после этого договора, вот этот вот сущностный предмет, земля, дом, чайник и так далее, он переводит кому? Ко второму человеку. Полностью на правах владения. А есть бэй уль манафи, продажа чего? Манха, полезных последствий. То есть так, что самая сущность предмета не переходит к тебе. Сущность предмета к тебе не переходит, но переходит к тебе только лишь пользуя вот этого предмета. Ты пользуешься землей, пользуешься квартирой, пользуешься трудом рабочего, который работает у тебя и тому подобное. Говорит, а если вы под Иджары подразумеваете то, что это продажа или торговля, то есть в общем смысле, в общем смысле так, то, говорит, это и является правильным. Потому что Иджары это тоже что? Муавала, то есть взаимный обмен чем-либо. И Шариат разрешает взаимный обмен относительно того, что отсутствует. А что касается того, что вы сравниваете, то есть обращение к кому? К Ибнухазму. То есть то, что вы сравниваете торговлю полезными последствиями с торговлей сущностных предметов, то этот Гат-Кияс является каким? Является фигаэтил фасад. Является на пределе неправильности. Потому что, говорит, что относительно манафия полезных последствий невозможно заключить договор, когда они существуют. То есть они, договор относительно полезных последствий заключается тогда, когда их еще нет. То есть ты еще не начал пользоваться квартирой, допустим. Понятно или нет? Или ты еще не получил пользу от чего? От наемного рабочего. А договор вы уже заключили. Говорит, противоречие сущностным предметам. То есть наоборот, когда ты продаешь сущностный предмет, при заключении договора сущностный предмет уже существует. Так или нет? А когда ты заключаешь договор на Иджару, то полезные последствия от нее еще не получились. Ты еще ими не воспользовался. Но договор уже заключен. Говорит, И между этими двумя понятиями разделяет чувства вошара и шариат. Чувства людей видят, что когда ты покупаешь книгу, книга существует. А когда ты снимаешь квартиру в аренду, ты договоришься относительно того, чем ты еще не воспользовался. А также между этими и этим разделяет шариат. Потому что пророк сразу во множестве хадисов запрещает заключать договор продажи относительно сущностных предметов, которые еще не созданы. И приказывает отложить это до того времени, когда они будут созданы. То есть имеешь ли ты право продавать то, чего у тебя нет? Нет, не имеешь. Почему? А потому что этого еще нет. Его необходимо приобрести, потом только продавать. Или, допустим, разрешено ли продавать плоды, которые еще не выявились и которые еще не вступили в начальную стадию созревания. Не разрешено. Почему? Потому что это, беа, торговля сущностных предметов. А торговля сущностных предметов производится только тогда, когда этот сущностный предмет появится. Его нельзя продавать, относительно него нельзя заключать сделку, пока его нет. Видишь, говорит, Как, например, пророк, продавал, точнее, запретил продажу синин, то есть плодов, на несколько лет вперед. А также запретил торговлю, какую, то есть продавать плод, который появится у того плода, который в животе животного на данный момент. То есть неизвестный, еще не появился на данный момент. А также запретил продавать плоды, пока они не вступили в свою раннюю стадию созревания. А также запретил продавать зерно, пока оно не укрепится в колосьях. А также запретил торговлю мадатых, а также торговлю мадамин. Что такое мадатых? Эти вопросы, относительно мадатых и мадамин, рассматривались нами на странице 403. Мадатых – это когда человек продает плод, который в животе животного. А мадамин – это когда человек продает воду, которая в половом органе самца. То есть то, что называется плата за случку. И тому подобное. Видишь, во всех этих договорах, эти договора являются какими? Договором продажи, именно договором продажи чего-то сущностных предметов. А это запрещено, пока эти сущностные предметы не появятся. Говорит, ва-да-ям-таня в мисле-во-фель-манафе. И такое невозможно относительно продажи чего-то полезных последствий. Фа-инну ла юмкин антуба, илля фихаль адамига. Потому что невозможно продавать полезные последствия от предмета, полезные свойства предмета, пока они в том состоянии, что они уже существуют. Нет. Ты продаешь полезные свойства от предмет тогда, когда ты еще ими не воспользовался. Понятно или нет? Как это понятно? Кто-то может сказать, я же могу заплатить за квартиру через месяц. После того, как я уже воспользовался. Потом только плачу. Мы говорим, суть не в том, когда ты платишь, а в суть в том, когда ты договариваешься и заключаешь договор чего? Пользование. Договор аренды и так далее. Когда ты заключаешь сам договор, ты еще не воспользовался квартирой. То есть ты вот только собираешься туда заезжать. А договор уже между вами заключен. А когда ты там будешь платить за эту квартиру, это другой вопрос. Можно платить тут же при договоре, можно платить после того, как ты воспользовался. Суть не в этом. Суть в самом факте заключения договора. Понятно или нет? Значит, окончательное мнение в этом вопросе, что получилось, является ли ИДЖАРа торговлей, продажей. Говорим, она является продажей в широком смысле, но не является продажей в узком смысле. В узком смысле, под продажей, под БР, то есть частная терминология, возразумевается, что торговля именно в сущностных предметах, которые существуют. Продать книгу, дом, продать, допустим, стол, стул и тому подобное. В этом отношении ИДЖАРа не является торговлей, не является продажей. Но если мы подразумеваем под продажей, по словам БР, какой-то общий смысл, как понятие муауда взаимного обмена, то это является чем? Является продажей в этом смысле. И по-другому ученые по фитху называют это БРМАФИА, продажей полезных последствий или полезных свойств предмета или объекта. Далее.